всем доброго дня я очень рада что вы заглянули ко мне на канал в канун 8 марта я посетила новый магазинчик в нашем городе это магазин корейской косметики очень маленький уютный приятный магазинчик здесь представлена всего понемножку декоративная косметика также очень много всяких средств для ухода за кожей и за волосами разные бренды но все это корейская косметика у меня как раз много какие средства закончились то есть пустые пузыречки и я приурочила себе такую покупку покупку тире подарок к 8 марта в общем я зависла в этом магазине надолго хорошо что девушка продавец консультант мне качественно подсказывала предлагала разные средства тем более мне нужно было подобрать несколько средств по уходу для своей дочери ну то есть для подростковой кожи и средства для себя для возрастной кожи пока я изучала ассортимент я обратила внимание что люди шли и шли то есть да за моей спиной кто-то там происходило за полчаса пока я определялась на с покупкой мне кажется человек 7 что-то купили значит люди уже знают об этом магазинчике хотя он недавно открылся если вы еще не посещали его я очень рекомендую расположенном по титова 30 ну и я хочу вам показать что в итоге я выбрал в этом магазинчике мне он очень понравился всем жителям нашего города девочкам очень рекомендую посетить выбрать что-нибудь для себя любимых выбрала два средства для дочери это умывалка и тонер пенка очищающая увлажняющая и тонер обладает успокаивающим действием способствует интенсивному увлажнению и смягчению кожи в общем подходит для подростковой кожи моей дочери двенадцать с половиной лет для себя взяла из той же линейки пенка очищающая антивозрастная и тонер тонер точно такой же мне посоветовала взять одинаковый для себя и для дочери продавец консультанты я и доверилась в принципе по описанию я считаю что он действительно подходит для любой кожи дальше это масочка для лица мультивитаминный суперфуд для кожи стирает следы усталости дарит коже сияние эта маска которая наносится на ночь и смывается уже только с утра ну то есть можно применять вместо ночного крема мне такие маски очень нравятся ну еще взяла сыворотку интенсивная антивозрастная сыворотка написано что омолаживает осветляет пигментацию повышает эластичность в общем все что мне очень нужно ну еще взяла тут кое-какую мелочь но во первых вот такие масочки в треугольничках я думаю что много кто с ними знаком но взяла на пробу разных здесь не только маски но еще и скрабы пилинги еще девочки очень прошу совета кто пользовался напишите свои отзывы взяла одну штучку на пробу филлер для восстановления структуры поврежденных волос средство наполняет локоны возвращаем здоровый блеск эластичность и шелковистость результат от использования средства сравним с эффектом салонных процедур вот взяла на пробу один флакончик эти две масочки мне дали в подарок это тканевые масочки вот такой ход за кожей лица я себе выбрала пользуюсь совсем недолго 4 дня но за такой маленький период у меня сложились очень положительные впечатления от этой косметики очень понравилась маска уже пользовалась на утро лицо действительно очень увлажненное такое подтянутая возможно это совпадение потому что пользовалась один раз но лицо действительно было свежее пенка для умывания тоже очень понравилось совсем малюсенький расход хорошо распенивается и очищает кожу сыворотка очень понравилась кожа действительно после первого применения увлажненная напитанная очень такая мягкая бархатистая и вообще мне очень понравилась упаковка и ароматы очень ненавязчивые приятные еле уловимые ароматы у всех средств на это покупки с валберис это средство по уходу за волосами от бренда оллин профессионал я обожаю этот бренд все средства которые я покупала для волос очень классные в этот раздела шампунь кондиционер двойное увлажнение мой любимый несмываемый крем флюид 15 в 1 от оллин это самое лучшее вообще самое лучшее средство которое я только пробовала я пыталась заменить его ну типа сэкономить да чтоб подешевле купить все что покупала это какая-то ерунда даже несмотря на то что на валберис было много положительных отзывов для меня это лучшее средство больше не буду даже пытаться что-то другое покупать и для дочери взяла это фруктовая сыворотка для волос увлажняет питает волосы это средство первый раз беру дочь уже использовала два раза сказала что мама хорошее средство и очень приятно пахнет и еще несколько средств с валберис это белорусская декоративная косметика основа праймер под макияж мне она очень нравится отличная основа под нанесением тонального средства беру не первый раз всем советую стоит дешево качество отличное такую тушь наверное использую уже лет пять и очень рада что она не выходит из производства то есть мне не приходится думать какую мне тушь купить заканчивается одна я точно такую же где-то или покупаю либо заказываю на валберис мне она очень нравится хорошо наносится ресницы объемные не слепленные да не склеенные долго я ей пользуюсь она долго не засыхает отличная тушь цена качества и основа под тени для век тени я практически никогда не крашу но зато я крашу тенями стрелку отличная основа долго не осыпаются тени ну в общем мне нравится беру не первый раз вот такие у меня приятные покупочки тире подарочки я приурочила эти покупки для ухода за лицом волосами немного декоративной косметики к празднику 8 марта если у кого-то дорогие мои зрительницы есть опыт использования хоть какого-нибудь из этих средств я прошу поделиться и мне будет интересно и думаю всем остальным моим зрительницам ну а теперь перемещаемся на мою кухню я делала заготовку еды на пару дней с удовольствием поделюсь с вами своими идеями у меня в морозилке был вот такой большой кусок грудки индейки я решила его замариновать и запечь в духовке будем использовать в качестве завтраков мариную в специях добавляю приправа к мясу черный молотый перец немного соли и гранулированный чеснок чуть-чуть сбрызгиваю растительным маслом и хорошенько все смазываю чтобы вся поверхность мяса была в специях и оставляю пока помариноваться пол часика постоит на столешнице а затем закрываю фольгой и отправляю в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов у меня уже сварился бульон на косточки на бараньи косточки я хочу сварить суп со щавли косточки я уже достала отделила от них мясо и отправила назад в бульон добавляю сюда нарезанный картофель и репчатый лук также у меня еще в запасе в морозилке были котлетки с брокколи они у меня разморозились и теперь я их просто обжариваю на сковородке слежу за котлетками и одновременно замешиваю тесто на творожные вафли мы очень любим вафли у меня множество рецептов сегодня готовлю один из самых любимых вариантов творожные вафли в чашу разбиваю яйца добавляю сахар и ванильный сахар немного соединяю ингредиенты венчиком добавляю сюда растопленный сливочный маргарин также соединяю затем добавляю творог если хотите можно конечно тесто замешивать можно замешивать миксером я легко с этим справляюсь с помощью венчика ну а теперь нужно добавить сухие ингредиенты это разрыхлитель и муку немного соединяю разрыхлитель с мукой и добавляю в тесто тесто на творожные вафли достаточно густое и в конце его удобно замешивать ложкой густоту готового теста я всегда в конце регулирую молоком добавляю примерно 50-100 миллилитров но это зависит от того какого размера у вас были куриные яйца вот смотрите вот такой консистенции должно быть готовое тесто начинаю печь вафли у меня вафельница Redmond ей просто уже 100 лет но она слава богу работает и я ее достаточно часто использую потому что мы любим вафли я контролирую процесс выпекания вафель котлеты у меня уже почти дожарились и сейчас буду замешивать еще одно тесто на очень вкусный десерт это шоколадно-банановый брауни тесто замешивается очень быстро в блендере погружаю в блендер бананы у меня три штуки яйца муку и какао добавляю ну вот смотрите по вкусу мы любим средне сладкое поэтому я добавляю 2 столовые ложки сахарной пудры и одну пачку разрыхлителя перебиваю блендером все это в однородную массу все тесто на шоколадно-банановый брауни готово выпекать буду в форме в разъемной форме дно и бока формы застелила бумагой для выпечки выливаю туда все тесто и отправляю в духовку разогретую до 170 градусов примерно на 50 минут готовность проверяйте деревянной шпажкой шпажка должна выходить чуть-чуть такая влажная скажем так потому что брауни нельзя пересушивать он должен быть с влажной серединой индейка как раз уже готова все запеклось очень вкусно пахнет оно сочное если вы хотите чтобы оно поджарилось скажем так уберите в фольгу но я так не делаю особенно с грудкой индейки потому что ее очень легко пересушить а так она остается очень вкусной индейку достала из духовки брауни поставила выпекать вафли тут у меня сами пекутся параллельно всем остальным процессом котлетки у меня уже пожарились продолжаю варить щавелевый суп здесь уже картофель с луком сварились добавляю туда щавель у меня это первый опыт использования замороженного щавля еще с лета это мои летние заготовки в морозилку вот первый раз я варю суп с замороженным щавелем получился очень вкусный обязательно в этом году буду больше заготавливать щавля в зиму добавляю в суп замороженный щавель также замороженный зеленый лук и укроп и отправляю туда зажарку из моркови сейчас суп закипит и я его выключаю все он готов на сегодняшний ужин я решила сделать картофельный салат это очень вкусный простой салат если кто-то из моих зрителей постится то этот салат прекрасно разнообразит постное меню для него мне понадобится болгарский перец я его зачищаю и отправляю на гриль также его можно запечь в духовке перец немного сбрызнула растительным маслом и посолила также мне понадобится фасоль можно использовать как красную консервированную фасоль так и белую у меня сегодня белая фасоль дальше репчатый лук у меня красный, но тем не менее он все равно островатый я его надрушлаг и немного промою под проточной холодной водой отправляю его в салат заранее отварила картофель нарезаю его крупным кубиком это основной ингредиент картофельного салата проверяю перец он у меня запекался на гриле он уже готов, абсолютно мягкий я его снимаю с гриля выкладываю на тарелку и вместе с тарелкой запаковываю в полиэтиленовый пакет он там постоит минут 15 и после такой манипуляции с него очень хорошо можно очистить кожуру что я сейчас и делаю зачищаю перец от кожуры и нарезаю его кубиком отправляю в салат сейчас салат я не буду замешивать отправлю пока его в холодильник в конце видео я буду подавать салат к ужину и покажу вам как я его замешиваю и чем заправляю и еще что хочу сегодня приготовить это домашнюю сметанку она делается очень быстро получается свежайшая вкуснейшая и отличный вариант для перекуса в молоко я буду делать на 1 литр добавляю полторы столовые ложки сверху сметаны сметану можно взять любой жирности абсолютно та которая у вас есть с помощью венчика развожу сметану в молоке и делю на порции я уже давно приспособила для сметанки вот такие керамические маленькие емкости для нас это очень удобно взял одну и съел то есть хорошая порция на одного человека также очень удобно использовать маленькие баночки которые затем можно закрыть крышкой и отправить на хранение в холодильник я стабилизирую сметанку в духовке разогреваю ее примерно на 50-60 градусов и отправляю туда заготовку стабилизируется она примерно за 6 часов очень удобно это делать на ночь вечером поставил утром сметанка готова я уже все закончила с работой и готова вам показать что я наготовила пожарила котлеты с брокколи котлеты у меня из полуфабрикатов из морозилки а это бурый рис со вчерашнего дня осталось немножко я его сюда отправила на хранение на обед сварила щавелевый суп подаю такой суп с отварными мелко нарубленными яйцами и сметаной отварила яйца чтобы были уже готовые к сегодняшнему ужину приготовила картофельный салат также на завтраки на бутерброды на перекусы запекла грудку индейки ну а-ля буженина также сегодня у меня два вида выпечки это банановый брауни очень вкусный сочный но очень нравится такой десерт попробуйте сделать для своей семьи и творожные вафли в большом количестве у нас они расходятся отлично если их немного, буквально несколько секунд прогреть в микроволновке они становятся как только что приготовленные ну а у нас уже ужин я замешиваю картофельный салат добавляю к нему кинзу у меня замороженная очень хорошо, вкусно, ароматно сюда подходит именно зелень кинза можете добавить еще немного чеснока но так как здесь есть репчатый лук нам достаточно добавляю соль и перец заправляю растительным маслом перемешиваю даю постоять буквально 3-5 минуток и все, салат готов такой салат еще вкуснее в теплом виде когда в него добавляешь картофель когда он еще только что сварился чуть-чуть остыл остается еще очень теплым попробуйте и также в этот салат максимально вкусно добавлять картофель для варки рассыпчатых сортов сметанку на стабилизацию в духовку ставила в обед так как уже мы поужинали вечер она тоже готова достаю ее из духовки мы очень любим такую еду это легкая, вкусная, полезная, свежайшая сметанка я могу и вечером например, после поздней вечерней прогулки хочется что-то перекусить я съедаю вот такую порцию этой сметаны отлично утоляют голод и не набивают желудок также очень вкусно на завтрак с добавлением джема, варенья, либо меда ну а на сегодня это все не забывайте подписаться на мой телеграм-канал ссылочка под видео в описании всем пока и скоро увидимся в новых видео субтитры под видео